Здравствуйте, дорогие мои садоводы и огородники. Я Бабин Иван Васильевич Огромный Садовод. Приветствую вас на канале Дача Без Проблем. Друзья, сегодня в ролике я расскажу и покажу, как помочь деревьям, если с ними произошла беда, если их сильно повредил град. К сожалению, от этой стихии никто из нас не застрахован. И если небольшие кустарники, грядки с овощами можно как-то прикрыть сеткой специально противоградной и спасти их, то вот с деревьями намного сложнее. Закрыть их трудно. Или бывает так, что стихия налетает внезапно, мы просто физически не успеваем ничего сделать и помочь деревьям. Но оставлять их в таком бедственном положении нельзя. Им обязательно нужно помочь, чтобы восстановилась крона и дальше они нормально росли и развивались. Для этого сразу после града или на следующий год весной нужно эти деревья сильно обрезать. То есть срезать все одно, двух, трех летние ветки, где кора более тонкая и, как правило, она сильнее повреждается. Иногда полностью гряд сбивает кору на 50%. Ну, то есть с той стороны, откуда он идет, значит, до древесины совсем кору сбивает. Вот. Естественно, такие ветки дальше нормально расти, развиваться не будут. И если даже на них веточки боковые новые вырастут, то полноценного питания от корней по поврежденной древесине, наполовину засохшей, они не будут получать. И эти ветки нормально полносить не будут. Да и по поврежденной коре плохо будет от листьев идти питание к корням. И корни перестанут нормально расти и развиваться. Такие деревья, угнетенные зимой, будут сильно подмерзать или быстро выйдут из строя погибнуть. Поэтому, значит, на следующий год, если вы сразу после града не обрезали, то на следующий год, ранней весной, до распускания почек, или в некоторых случаях ждем весны, может быть, середина мая, как вот в данном конкретном случае, когда подождали, посмотрели, в каком состоянии, в какой степени ветки повреждены, какие более-менее сохранились, где начали отрастать новые молодые побеги, чтобы именно их оставить. Так нужно поступить и с молодыми деревьями, и вступающими в полношение. Ну и деревья уже такие полноценные, полносящие. Их тоже нужно сильно обрезать, может быть, даже воспользоваться моментом, что веток много повреждено, урожая нет, и сделать, например, омолаживающую обрезку, более сильную. Начнем обрезку вот с молодого деревца, которое, ну, только-только вот в этом году, там, у нескольких цветочков пытается зацвести. Оно пострадало очень сильно, потому что тонкие ветки с тонкой нежной корой очень сильно были повреждены, и древесина фактически на 50% оголена. Вот эти ветки я сейчас буду вырезать до участков, где кора более-менее сохранилась, и там, где начали отрастать новые побеги. Вот, посмотрите, от дерева практически почти ничего не осталось. Но именно так нужно поступить, убрать все больные полусухие ветки и дать шанс, дать возможность на оставшихся вот этих ветвях вырасти новым здоровым веткам. Ну, а чтобы эти ранки побыстрее и лучше зажили, их нужно замазать хорошим садовым варом, пластичный вар с прополисом и ионами серебра. Вот груша. Ей 8 лет. Два года назад она ждала уже первый хороший урожай. Ну, а в прошлом году также пострадала от града. Практически все ветки, одно-двух-трехлетние, где кора была потоньше, полностью разбита до древесины. И я считаю, это дерево тоже нужно сильно обрезать, удалить все поврежденные ветки, что я сейчас и сделаю. Ну, вот все сильно поврежденные ветки я срезал, снизил центральный проводник, заодно до высоты трех с половиной метров и выше это дерево пускать дальше не будем. Ну, и вот посмотрите, как поступили со взрослым полносящим деревом. Оно тоже было повреждено градом. Все верхние ветки, одно-двух-трехлетние с тонкой корой, были все очень сильно повреждены, и они здесь удалены. То есть это дерево обрезано было ранней весной, до распускания почек. Все поврежденные ветки удалили, внутри крону прорезали, снизили ее и по высоте, и по диаметру. Вот, и далее возможность на оставшихся ветках, более толстых, с менее поврежденной корой, вырасти новым, здоровым, молодым побегом. Они в этом году вырастут, часть из них уже в этом году могут заложить плодовые почки, а остальные заложат почки плодовые на следующий год. И через год это дерево снова начнет регулярно полносить. Это любимый мой сорт, спартан, зимние яблоки, изумительные по вкусу. И яблоня очень хорошая. В отдельные годы она давала по 35 ведер, 10-литровых, шикарных яблок, которые у меня хранились в подвале до весны. Я надеюсь, что после такой восстанавливающей обрезки, оно через год окрепнет, восстановится, и снова начнет хорошо полносить. Ну, а я на этом с вами пока прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Дача Без Проблем, задавайте свои вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Продолжение следует...